Вроде бы уже совсем взрослые гимназистки не сдерживают слез. Сегодня они прощаются со школой. Уже не будет этих дней, когда приходишь в школу к первому уроку, ждешь уже, когда будет перемена, чтобы покушать. Потом ждешь, когда настанет любимый урок, у меня эта история или математика. И потом уже, когда ты придешь домой. То есть сейчас уже понимаешь, что все, в школу больше ходить не надо. Стены родных школ покидают почти две с половиной тысячи одиннадцати классников Хакасии. Последний звонок звенит и для девятых классов. Их более пяти тысяч человек. И даже те, кто остаются учиться дальше, с дрожью в голосе, делятся чувствами. Даже тот факт, что я пойду в десятый класс, он успокаивает, но все равно жалко. Потому что уходит очень много моих одноклассников, которые выбрали другой путь. Это колледжи, высшие школы и так далее. И от этого становится грустно. Потому что с этими людьми я проучилась девять лет. Торжественная линейка, посвященная выпускникам, один из немногих шансов для ребят вспомнить не только о буднях, но и о проделках. Куда уж без них в школе. Причем не боясь, что попадешь на ковер к директору. С одноклассником поспорили, что он обольется из ведра учительского, где мел, где с полоской тряпочки. Просто обольется на уроке физики. Он это сделал. И потом он до конца дня ходил облитый. Как забавно было. Сегодня они благодарят учителей за терпение, дарят цветы, поют песни. Кажется, вот-вот и покатится учительская слеза. Пожалуй, такими своих педагогов дети никогда прежде не видели. Как правило, на последний звонок выпускники весь вечер гуляют по улицам, а некоторые классы с любимыми учителями отправляются на природу. Впрочем, гулять и веселиться ребятам остается совсем немного уже послезавтра. Девятиклассники сдают экзамен по обществознанию, ну а 27 мая у 11 классов первые ЕГЭ по литературе и географии. Так что, выпускники, ни пуха, ни пера! Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.